Рулет к чаю на скорую руку за 15 минут. Быстрый и вкусный рецепт номер один. Очень хорошо, если в морозилке лежит готовое слоеное тесто, многие хозяйки держат его прозапас. Что же можно приготовить из него на скорую руку? Для того, чтобы приготовить аппетитный слоеный рулет с вишнями и грецкими орехами, нужны слоеное тесто, грамм 400, крахмал примерно 300. Л стакан сахара вишня свежая либо замороженная около 500 грамм орехи грецкие и 300 грамм порядок приготовления рулета. Таков тесто нужно разморозить и раскатать орехи же, измельчить противень предварительно смазывается маслом. Только после этого на него кладется пласт теста. Сверху теста посыпаются орехи, затем идут вишни, далее идет равномерное посыпание крахмалом. Теперь нужно сдобрить заготовку под рулет с сахаром. Его можно насыпать с помощью ложки. Рулет сворачивается к краю, его защипываются. Заготовка направляется в духовку минут на 20. Температуру нужно установить в 150 градусов. Быстрый аппетитный рулет к чаю. Рецепт номер 2. Для приготовления следующего вкусного рулета к чаю нужны яйца 3 шатте. Сухое молоко примерно 5 ст. Л-сахар и мука, аналогичное количество разрыхлитель, достаточно чайной ложечки вареная сгущенка, банка банана 4 шатте. Кокосовая стружка, количество регулируется по желанию. Порядок приготовления яйца взбиваются вместе с разрыхлителем. Затем добавляется сухое молоко, после чего заготовка вновь взбивается. Теперь добавляется мука, смешанная с разрыхлителем. Эту массу нужно перемешать. Тесто выкладывается на предварительно промасленную бумагу для выпекания на противень. Тесто при этом следует распределить равномерно. Выпекать нужно всего лишь 5 минут. Температура 180 градусов. Но это еще не все, тесто необходимо перевернуть на стол. Далее бисквит намазывается сгущенкой. Что касается количества, то предпочтительно использовать приблизительно 3 четвертых баночки. Затем выкладываются бананы, концы которых предварительно срезаются. Уложить их нужно двумя параллельными линиями, так как показано на фотографии. Край рулета нужно завернуть так, чтобы они будто бы заворачивали фрукты. То есть к середине. Затем рулет переворачивается быстрым движением и кладется на блюдо. Осталось намазать верх рулета оставшейся сгущенкой и украсить кокосовой стружкой. Если интересует больше быстрых рецептов к чаю, прочтите эти статьи.